Я уверен, что все игроки в CSGO хотели бы, чтобы компания Valve сделала CSGO на мобильные телефоны. Да и появляются иногда такие слухи о выходе CSGO Mobile. Но, увы, до сегодняшнего дня никаких официальных заявлений еще не было. И поэтому с каждым днем появляются все больше и больше всяких различных копий. В некоторые из них просто невозможно играть, другие же сделаны качественно. И в них постоянно выходит новое обновление. Именно про это и будет сегодняшний ролик. Ведь я понимаю, что у большинства игроков нет крутых компьютеров, а поиграть в CSGO хочется. Тем более на мобильных телефонах. Поэтому в этом ролике я собрал лучшие копии CSGO на телефоны, которые существуют на сегодняшний день. И друзья, так как это ваша любимая рубрика, то не забудьте поставить лайк. Ведь правда, я стараюсь только для вас. И обязательно подписывайтесь, чтобы просто не пропустить следующий ролик. И кстати, первый час я отвечаю на все комментарии, поэтому можете поставить колокольчик. Ну а я желаю вам приятного просмотра. Игру в сегодняшнем топе вы спокойно сможете найти в Google Play и App Store. И это на самом-то деле огромный плюс. Потому что большинство игр почему-то они делают для айфонов. И эти все копии так и остаются только для андроидов. Называется этот шутер Critical Strike CS. На самом-то деле, да, уже сразу понятно, что это копия CSGO только по названию. Да и кроме того, посмотрите, какие у них картинки стоят в самом Google Play. И вот самая первая фотография, это карта Dust2. То есть они себя сразу позиционируют, как какой-то клон CSGO. И правда, друзья, на самом-то деле, этой игре уже много лет. И в самом начале это был полный клон CSGO. Который на сегодняшний день скачали уже более 50 миллионов раз. Но почему я добавил эту игру именно в сегодняшний топ? Потому что хоть игра и старая, но за ней продолжают следить. И вот буквально 9 февраля было выпущено новое обновление. Да, там проводятся постоянные ивенты, добавляются какие-то новые оружия, новые карты. Также там есть карта Dust2, которую также обновили. Они стараются копировать CSGO до сегодняшнего дня. Но делают теперь это аккуратно, чтобы у них не было проблем с компанией Valve. И поэтому многие оружия уже просто изменены. И текстурка копируется не прям один в один. Они также продолжают менять различные звуки. Карты делать максимально похожими. Но все равно, чтобы они хоть чем-то отличались. Поэтому я и поставил эту игру на пятое место в сегодняшнем топе. Ведь игру не забрасывают, а продолжают развивать. И возможно в дальнейшем она вообще не будет похожа на Counter-Strike. А сможет вырасти в что-то иное. Но единственный минус пока этой игры, то что тут есть донат. Да, вы можете прокачивать свои оружия. На самом-то деле это меня очень сильно удивило. Так как вы просто можете купить максимально мощное оружие, прокачать ему урон. И это на самом-то деле не честно, как для шутера. И именно это больше всего бесит всех игроков. Поэтому итоговая оценка такая. Вроде бы эта игра и продолжает развиваться, но пока не дотягивает до лучшего шутера на мобильные телефоны. А мы переходим к четвертому месту. Игра называется Counter-Attack Multiplayer FPS. Эта игра существует уже тоже очень много лет. И ее скачали уже более 10 миллионов раз. И на самом-то деле она очень сильно похожа на предыдущую игру. В принципе задумка такая же самая. Сначала много лет назад они создали копию CSGO. Добавили туда скины, кейсы. И начали на этом зарабатывать. И в дальнейшем, когда начали возникать проблемы с компанией Valve. Они просто начали понемногу менять свою игру. Немного менять оружие. Добавлять другие скины. Как-то переделывать карты. Чтобы это было и похоже на CSGO. Но хоть чем-то отличалось. У этой игры также есть преимущество. То, что она есть и на Android и на iOS. Да, в этой игре также есть карта DOS 2. Карта Mirage. Карта Inferno. Но со своими текстурами. Как я заметил. Сейчас большинство клонов CSGO. Создают такую же карту по географии. Но меняют ей текстуры. Чтобы как бы компания Valve не смогла за это предъявить. Что типа они у них воруют карты. И просто называют их по-другому. Но суть остается та же самая. И поэтому если вы играли в CSGO. То вам не составит никакого труда. Поиграть и в эту копию CSGO. Так как грубо говоря. Вы заходите и сразу все знаете. Ну и почему же я эту игру поставил выше в топе, чем предыдущую. Да, потому что в этой игре не решает донат. А как я считаю в шутере, это наверное самое важное. Чтобы вы не могли сдонатить и стать за один день самым крутым в игре. Да, тут есть различные кейсы, наклейки. Какая-то кастомизация вашего оружия. Но это все сделано как в CSGO. Да и посмотрев ролики на ютюбе про эту версию CSGO. Я понял, что на данный момент это самый главный конкурент игре Standoff 2. И людям, которым надоел Standoff, переходят именно в Counter-Attack. Поэтому в принципе игра хорошая. И самое главное, что она продолжает развиваться. На нее разработчики не забили. Последнее обновление вышло 7 ноября. Это кстати не так давно. Даже в CSGO меньше выходит обновлений. Но все же это еще не самый идеальный клон CSGO. Поэтому мы идем дальше. Я уверен, что многие смотрят это видео и у них появляется вопрос. А существует ли копия CSGO прям один в один как на компьютере? И ответ на этот вопрос, да. Именно эта версия и попадает на третье место. Как такового названия у данной игры даже нет. Ее просто все называют CSGO Mobile. И нет, это не официальная версия от компании Valve. Ее создали какие-то китайские разработчики. В эту версию довольно таки сложно попасть. Там нужен специальный пригласительный код. И вы ее так просто не найдете ни в Google Play, ни в iOS. Так как они понимают, что если они загрузят эту игру в Google Play, то ее просто там через неделю удалят. Я уже делал полноценные обзоры на эту игру. Так как эта копия, наверное, самая больше похожа на оригинальную CSGO. Точнее сказать, она просто один в один. Там даже такие же самые скины сделаны. Но у этой игры также есть проблемы. То, что она никогда не выйдет. И вы никогда в нее не сможете поиграть официально. Разве что только если вы будете скачивать ее с каких-то сайтов. Найдете этот специальный пригласительный код. И только так вы сможете в нее поиграть. И что самое странное для меня. Разработчики этой китайской версии продолжают ее делать. Выпускать новые обновления. Следить за игрой. И мне непонятно почему. Ведь, грубо говоря, они не смогут на ней даже нормально зарабатывать. Ведь компания Valve их просто может засудить. В плане геймплея он скопирован на 100%. Там даже сделана специальная оптимизация под мобильное устройство. Эту игру также разрабатывают уже очень давно. Наверное, более трех лет. Но все-таки тоже маленькие небольшие отличия присутствуют. Например, абсолютно другой хат. Менюшка этой игры тоже отличается. Не такое огромное количество кейсов и скинов. Не такие обширные настройки этой игры. Но и как вы можете видеть, даже есть не все карты. Наверное, только самые основные. Это Cash, Dust2, Mirage. Но плюс данной игры то, что тут есть сервера. И да, вы можете поиграть против настоящих игроков. На данный момент их не так уж и много. Но они все-таки существуют. И так как я про эту версию уже давно снимал полноценный ролик. То я рассказывал, как в нее зайти. Где взять эти коды. Где ее вообще скачать. И оставлял ссылку в своем телеграм-канале. Так что это может протестировать каждый. Можете перейти по ссылке в описании, подписаться и попробовать поиграть. Ну а мы долго зацикливаться на этой игре не будем. Она у нас занимает третье место в топе. Так как да, там есть еще куча разных багов. Но ее продолжают доделывать. Мы переходим ко второму месту. Наверное, многие будут ругаться в комментариях, что нет, это не клон. Это полноценная игра. Но советую вам послушать до конца. Игра Stand Off 2. Занимает второе место. Да, на данный момент игра Stand Off 2 уже полноценная. В эту игру играет куча людей. Там есть свой рынок скинов. Ее скачали более 100 миллионов раз. И также там выходят постоянно новые обновления. 12 февраля вот вышла последняя. Как будто бы это идеальный шутер для мобильных телефонов. Но, друзья, не забывайте. В самом начале создания игры Stand Off, она максимально копировала CS GO. И там даже была карта Dust 2. И вроде бы даже были другие карты с CS GO. Также, друзья, скины в шутерах придумала компания Valve в Counter-Strike. А только потом другие компании начали подхватывать этот тренд. Да и сама суть игры, друзья. 5 человек за КТ сторону и 5 человек за Т сторону. Играют друг против друг друга. Тоже идея Counter-Strike. Но преимущество Stand Off 2 есть в том, что эта игра сейчас уже не копирует CS GO, а продолжает развиваться сама. Они смогли пройти этот путь от копирования CS GO до собственной классной игры. Именно поэтому эта игра и занимает второе место в моем топе. Я правда советую, кому хочется поиграть в CS на телефоне, скачивать Stand Off. Так как на данный момент это одна из лучших версий. Минусы этой игры, правда, найти очень сложно. Единственное, что я могу сказать, людям, которые играют сейчас в CS GO, будет трудно перейти на Stand Off 2. Так как в Stand Off уже не осталось карт с CS GO. Они стараются максимально уникализировать игру сейчас. А так вполне играбельный и хороший шутер. Ну а мы переходим к первому месту в сегодняшнем моем топе. Игра, которая навела максимального хайпа за последнее время. Про нее, наверное, слышали уже очень-очень многие. И у нее был очень сложный путь. Игра называется Alpha Ace. В этой игре уже закончилось закрытое бета-тестирование. И вот в ближайшее время она должна релизнуться официально. Немного историй про эту игру. В самом начале эта игра называлась Global Offensive Mobile. И это был также клон один в один как CS GO. Они сделали это одни из первых. И смогли сделать так, чтобы их игру начали обсуждать. Но, как и предполагалось, у игры начали появляться большие проблемы с компанией Valve. И в таком виде ее официально выпустить просто не смогли. И поэтому команда разработчиков поменялась. Простым языком, игру продали. И начала она называться The Origin Mission. И так как благодаря своему предыдущему хайпу, игра уже смогла собрать огромное количество игроков. То эту новость в принципе восприняли нормально. И люди продолжали ждать релиз данной игры. The Origin Mission также была очень сильно похожа на оригинальную CS GO. Долгое время там выходили разные обновления. Было закрытое бета-тестирование. Но эта игра снова же не смогла релизнуться. Наверное из-за тех же проблем. Так как она была уж сильно похожа на CS GO. И игру продают уже в третий раз. Снова другой компанией. И снова другой команде разработчиков. На этот раз ее купила компания Горена. На самом-то деле очень большая компания. Которая выпустила такие игры как Free Fire, Call of Duty Mobile и другие. И вот уже они назвали эту игру Alpha Ace. И смогли ее переделать так, чтобы у нее не было проблем с компанией Valve. Они заменили текстуры на всех картах. Немного переделали оружие. Но кстати география карт сохранилась. И поэтому карта Dust 2, Mirage и другие карты есть в Alpha Ace. Просто с немного другими текстурами. И так как компания Горена это огромная компания. У которой есть игры, которые приносят миллионы долларов. То я понимаю, что у игры Alpha Ace есть огромные перспективы. И да, на самом-то деле она может даже перегнать игру Stand Off 2. Для игроков CS GO игра Alpha Ace будет максимально понятна. Вам не придется учиться заново. Вы сможете спокойно в нее играть. Также выход обновлений. Он там тоже регулярный. Понятное дело, я даже уже не говорю про скины. Они там тоже есть. Ведь концепция игры взята с CS GO. Это наверное очевидно. И наверное единственный минус этой игры. Это приходится ждать ее официального релиза. И пока непонятно, когда он точно случится. Это может быть через пару дней, а может быть через пару месяцев. Вот такой вот топ у меня сегодня получился. А я надеюсь вам этот ролик понравился. И если вы тоже ждете оригинальную CS GO на телефоны, как и я. То обязательно поставьте лайк. Посмотрим сколько нас таких. И обязательно подписывайтесь. Чтобы просто не пропустить следующий ролик. Ведь реально, более 70% людей просто смотрят мои ролики и не подписываются. Ну а на экране у вас появились интересные видео с моего канала. Просто кликайте и смотрите. Ну а меня зовут Алекс. Всем удачи. До скорых встреч.